Мне 23, и мне тяжело ходить в церковь, общаться с верующими. Уже 5 лет знаю Христа, но как будто не могу продвинуться, остаюсь в младенчестве. В жизни очень много было блуда, занятия проституцией, тяга к мужчинам. До сих пор многое не закончилось, осталась тяга к противоположному полу, непрощение. Понимаю, что хочется много внимания от людей, постоянное чувство пустоты внутри, одиночество. Пустоту получается заполнить только тогда, когда в компании мужчины. Тянет на тех, кто постарше меня раза в два. В церкви не чувствую себя лучше, наоборот, одиночество усиливается. Складывается ощущение, что друзьям из церкви все равно до меня. Из-за этого возникают обиды, хочется еще больше отгородиться. Все это вводит меня в депрессивное состояние, из которого я очень долго выбираюсь. Тяжело радоваться. Раздражают люди, которые дают советы. Говорят, что мне нужно попробовать себя в служении в церкви. У меня нет сил даже делать самое простое. Хочется сбежать оттуда, спрятаться, чтобы никто не видел. Что можете посоветовать? Я так хочу любви, но отказываюсь любить людей. Что такое проституция? Это когда я отдаю себя, чтобы получить что? Любовь. Любовь в виде денег, оплаты. Иногда женщины говорят, я настолько себя ненавижу, что хотя бы этот час, пока он со мной, я чувствую себя нужной. Это вот такая внутренняя глубокая пустота, травма. И она исцеляется. Но исцеляется этот процесс. Действительно, и правильные вещи говорят. Попробуй себя. Попробуй отдавать, чтобы что-то получать. Потому что у нее старый источник, она всегда получала от мужчин. Она использовала свою сексуальность, чтобы привлечь мужчин. И то же самое она пытается сделать церковь. И она найдет таких мужчин. Ну и потом будет все закончиться плачевно. А то, что вот эта ее внутренняя разруха, конечно, ее будет заставлять еще глубже погружаться в недовольство, в ненависть к ближнему. Когда Иисус прощает блудницу, Он говорит, иди и впредь не греши. Но мы продолжаем путь за Иисусом, продолжаем грешить старыми грехами. То есть это придется отказаться. Надо искать новые источники. Раньше она чувствовала себя желанной и нужной Только в присутствии мужчин старше себя. Такой некий отцы. Забота. Забота, да. То на сегодняшний день она может, не отказываясь от этих грехов, Прийти в церковь и то же самое переложить. То есть быть несчастной. Быть такой вот, помогите мне. И, конечно, найдутся орлы, которые захотят ей помочь. Но мотив какой там внутри, действительно ли ей нужна помощь? Что она? Инвалид. У нее какие-то сложности. Она взрослая, нормальная женщина, Которая может сама сегодня кому-то помогать. И поэтому исцеление, процесс исцеления и восстановления, Только когда я отдаю, А не когда я сижу в позиции принимателя. Дайте мне. Раздавая хлеб, я никогда не останусь голодной. Давать надо не от избытка, а от недостатка. Когда у меня нет, Допустим, я иду восстанавливать чье-то достоинство, Когда у меня он самой может разрушено быть достоинством. Но в процессе, Созидая чью-то жизнь, я созидаю собственно. Вот так это работает. И поэтому Это ужасный образ мышления, Это ужасная бездна, В которую легко провалиться. И многие люди, К сожалению, верующие, Туда проваливаются. Искренне верю, Что церковь это место, Где будут сейчас их обслуживать. Но именно этого она в церкви не получает. Она это и не получит. 23 года, да, То есть получается молоденькая. Она это и не получит. Потому что это неправильное понимание. Ты приходишь в церковь, Ты как будто бы приходишь в виноградник. Ты приходишь трудиться туда. И мы все получаем от Бога. А у Бога одна к нам просьба. Любите друг друга, Насколько это возможно. Но это просьба ко всем к нам. А не к тем людям, Которые одни сидят и ждут, Пока их полюбят, А другие чувствуют вины, Бегают и всех любят. Нет, не об этом. Это к каждому верующему человеку, Кто пришел к винограднику. Хочешь дружить? Будь дружелюбным. Хочешь пожинать? Сей. Это закон. Еще есть такой момент, Когда человек говорит Иисусу, да. Вот она сказала Иисусу, да. Вот она говорит, покаялась. Но нахожусь в младенчестве. Что такое младенчество? Младенчество — это время эгоизма. Это когда я только получаю. Взрослый человек, он готов от чего-то отказываться. И когда ты сама внутри борешься с собой, Ты говоришь, Даже если я никогда больше уже не почувствую себя желанной и любимой, Но я не пойду в старый источник. Понимаешь? Тут невозможно и рыбку съесть, и кости продать. Такого невозможно. Здесь придется от чего-то отказаться. И тогда есть возможность Богу открыть какие-то новые источники в нашей жизни. По-другому никак. Потому что пусть с Христом — это всегда жертва. Я от чего-то отказываюсь. А иногда даже от того, чего очень сильно хочу. Может быть, это мой единственный источник. Но это мое ложное убеждение. Это мой маленький отрезок жизни. Но если я иду с Богом, То Бог открывает мне источники. Именно когда ты отказываешься от старого. Отказываешься от старого, конечно. А она сегодня не отказывается ни от чего. Она только в позиции. Но она потому что еще не знает, что есть другие. Поэтому не отказывается. Так вот здесь вот ты сама... Сам момент очень такой, знаешь, Это момент веры. Когда я иду в принципе в никуда. Нет гарантий. Но я говорю так. Бог мой, я не буду блудить. Я не буду таскаться С первыми попавшимися мужиками. Потому что это нехорошо. Это оскверняет меня. Даже если я останусь одна. Но я не буду этого делать. Ну понимаешь, ты идешь ва-банк. По сути. Ты выбираешь. А не так. Ты что? Ну вот если Господь вот мне даст, Тогда я откажусь. Все. До свидания.